Но стресс — это другое. Вот мы сейчас просто говорим о трудностях в жизни, как их преодолевать, стресс — это другое. Стресс — очень опасная вещь, но она возникает в жизни практически каждого человека. Причина стресса — это вера. Вера. Вера является основой того, что человек погружается в страдания на год, два, три, четыре, пять. Представляете? Пять лет невыносимых страданий, тяжелая жизнь, депрессия, нет выхода в жизни. Так делает человеком эта проблема, которую надо очень сильно освещать. Неправильная вера. Я сейчас не говорю о том, что есть там правильная вера, то какая-то вера лучше другой. Это так смешно это все слушать, вообще, когда это говорят. Речь идет не об этом. Дело в том, что мы по природе верим мужчин. Вот что приносит счастье, в то мы и верим. Например, ребенок родился, от него исходит счастье, потому что в ребенке через ребенка как карма не действует. Там... Да? Угу. Мы продолжаем нашу рассылку. Итак, стресс — это не трудности в жизни, это не проблема. Это сложный период, который возникает в результате того, что жизнь, она не сама. Та жизнь, которая идет у нас, она идет немножко не в ту сторону, немножко не туда. И поэтому сама вот эта проблема стресса, она гораздо актуальнее, чем какие-то трудности в жизни. Проблема связана с тем, что я, ну, как бы, поверила, предалась в ту сторону, в которую нельзя предаваться и верить. Потому что вера — это самое важное, самое дорогое в жизни человек. Допустим, мы приводили пример, что, допустим, я увидела маленького ребеночка, который у меня родился. Вы знаете, что когда рождается маленький ребенок, в нем нет никаких грехов. Грехи не видны в нем. Поэтому меня люди некоторые спрашивают, как увидеть святого человека, как его распознать? Вот точно так же, как мать видит ребенка, точно так же можно увидеть святого человека. Он абсолютно чист. То есть в нем нет ни тени, ни грязи. Абсолютно чист. И мать, когда видит ребенка, она видит божественность души. Вы все имеете такую божественность. Каждый человек. Но видно только тогда, когда наши проблемы, ну, то есть когда время, которое исходит из меня, оно не закрывает мою чистоту. Тогда можно увидеть чистоту в человеке, только в этом случае. Но мы не можем увидеть чистоту в то время, когда человек становится испытанием в нашей жизни. Понимаете, тот же самый ребенок, проходит время, он становится испытанием. Потому что мы все разделились для того, чтобы испытывать друг друга. Понимаете, не только счастье мы дарим друг другу, а также все страдания, потому что так устроен этот мир. Это неизбежно будет обязательно в жизни каждого человека. Но проблема заключается в том, что мать, увидев вот эту чистоту, она решила, что она должна отдать всю свою жизнь этому ребенку. С одной стороны, это хорошо отдать жизнь свою ребенку, но если мать считает ее главной целью своей жизни, вот этого ребенка, то дальше будет тяжелый стресс, который будет длиться несколько лет, а может быть год и больше, я не знаю. То есть каждый человек имеет разные возможности выйти из поддрения стресса. потому что мы не должны с Богом никого путать. Понимаете, если мы с Богом кого-то путаем, значит, тогда дальше придется распутываться, придется вот в эту депрессию входить, потому что сын, который как бы всегда зависел от матери, всегда ее любил, когда он подрастает, он перестает быть так сильно привязан к матери. Он фактически забывает это чувство, которое он от нее испытывал. Мне часто мама звонит, говорит, Олег, как дела? И часто мне становится тяжело, я говорю, мамочка, все нормально. Она говорит, ну ты в Украину не езди, там война. Я говорю, мама, ну война же в Донецке, а я еду в Киев. Вот, и так далее. Она говорит, все равно опасно. И так далее. Я, мама, ну все нормально. Ну то есть, как получается, я испытуемый в это время. Она меня мучает, любовь, я мучаюсь. Как ребенка, допустим, мать целует, он такой, кряхтит. Ему тяжело терпеть эту любовь. Но недавно я просто в молитве вспомнил вот это чувство, которое я испытывал к матери, когда я был маленький. Это чувство удивительное. То есть я реально вспомнил, то есть сейчас я не помню, но тогда в молитве я просто вспомнил вот свое детство, как я любил маму. И вот это чувство вспыхнуло в моем сердце. Это удивительно. Это удивительное чувство между матерью и ребенком, которое возникает. Но все дети забывают это чувство. Или они как-то помнят чуть-чуть, но вот глубоко нет. И потом, когда парень, ребенок, он, допустим, вырастает и меньше уже маме звонит, а мама всю жизнь ему отдала, в него все силы вложила. Дальше что с ней наступает? Она не может жить. Потому что, понимаете, наша психика так устроена, что мы откуда-то должны брать силы. Понимаете? То есть мы не являемся источником счастья. Мы не источники счастья. Мы души, которые должны чем-то питаться в жизни. Мы должны получать свет откуда-то, счастье. И человек поэтому без веры жить не может. То есть нужно искать этот источник счастья. Вот. Вера означает ваша вера. То есть я как бы не сторонник этих перемен. Мне вчера, правда, в бане рассказали один анекдот такой, мне так смешно было. Вот это точно не вера. Сейчас я вам расскажу. Остальное вот вера это ваша вера. Я говорю об отношениях с Богом. Есть разные культуры, религии. Они все прекрасны. У меня есть много друзей в разных верах. Это все очень прекрасно. Анекдот. Слушайте. Ну как бы человек пришел на консультацию к наставнику. Наставник сидит, смотрит на него. Говорит, вы можете переписать на меня свою квартиру? Ну это мой человек. Тот говорит, вы что вообще? Я на консультацию к вам пришел, вы мне такие вещи говорите. Тот говорит, ой, простите, я не с того начал. Какая ваша вера? Не с того начал. Извинился. Вот это точно не вера. Ну то есть вера означает чистые, светлые отношения, в которых нет корысти. Но если есть корысть какая-то, она гложет сердце, то это уже с Богом никак не связано. Нужно искать эти чистые отношения внутри вашей веры. И тогда вы сможете найти опору в жизни. Вот эту опору всегда ищет душа во всем. Во всем. Мы эту опору хотим во всем искать. И мы должны опираться друг на друга. Жена на мужа, муж на жену. Мы должны друг на друга обязательно опираться, но вопрос заключается в степени. В степени. Но мы будем петь все равно друг по отношению к другу эти песни, однозначно. Главное, чтобы не сильно увлекаться. Потому что есть случаи, когда человек оставляет свою жизнь ради своей любви. Это не потому, что ему не повезло. Некоторые говорят, парню не повезло. Он там покончил жизнь ради своей любви. Это не вопрос везения. Это вопрос веры. Он поверил в девушку, а не в Бога. Понимаете? Вот это стресс. Причем надо знать, что допустим, я вам прочитал эту лекцию. Вряд ли это что-то поменяет в жизни, потому что все равно вот это чувство или вера в Бога именно, опираться на Него, а не на то, что мне хочется в этой жизни. Это чувство очень редкое. Очень мало кто понимает, как это на самом деле работает. Я хочу вам привести свой собственный пример. Десять лет назад я попал в жуткий стресс. И причем интересно это произошло. Я узнал одну молитву, если у нас в моей традиции духовной такие молитвы называются молитвы царицы Кунти. эта царица, она удивительная, она, молитва звучит так. Мой Господь, пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь могла помнить Тебя, ибо помнить Тебя, это никогда не помнить все, что мерзкого, что происходит в этом мире. Замечательно, мне понравилось молиться, я начал молиться так. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, хотя особо бед у меня никаких не было, не было нормально в жизни. И произошло событие в моей жизни, которое просто меня приковало, то есть я день и ночь помнил о том, что произошло. День и ночь, день и ночь. И я вошел в это состояние, и причем я молился, чтобы этого не было, тоже постоянно. Постоянно жил в молитве. Но Бог мне не менял ситуацию. И я не мог понять, почему. Всегда в моей жизни, когда я молился, всегда приходила победа. А в этом случае я молюсь, 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 ничего не меняется. Проходит год, проходит полтора, ничего не меняется в моей жизни. Я не могу решить вопрос, потому что я был прикован в своем сознании не к Богу. стресс. Это результат неправильной веры. Хотя я уже в это время 10 лет очень глубоко изучал, как верить в Бога и все прочее. Все равно у меня в сердце акценты были расставлены неправильно. И я попал в эту жуткую ситуацию в жизни. Несмотря на то, что я занимался уже давно работой над собой. Удивительно. То есть, другими словами, стресс — это штука, которая может подстерегать каждого из нас на каждом шагу. Но настоящий стресс в жизни бывает только, скорее всего, один раз. Один раз настоящий. Потому что только один раз нужно чаще всего человеку, чтобы по-настоящему понять, что верить надо именно в Бога. Иногда ко мне люди подходят, Олег Геннадьевич, меня бросил человек, я нахожусь в стрессе. Может ли такое быть, что вот я другого встречу и стресса не будет? Ну, как бы, я другого встречу и все забудется, как в песне поется, в песнях, что как бы все забудется, время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас. Нет. Если будет стресс, ну, как бы, влюбленность это не стресс. Это нормально. Я говорю о том, что человек свою жизнь кому-то отдал. Один раз только это бывает. Один раз. Он так любит, что отдает свою жизнь. Ребенка, мужа, еще что-то, ну, там, всякое может быть, кого человек, кому человек отдаст свою жизнь. Стресс бывает только один раз в жизни.